МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-1 протягивает новин региона. У студии телерадио компании Гомель Наталья Гнатенко. Добрый вечер. У Беларуси начинается период перед выборной агитации. Уже с завтрашнего дня можно будет увидеть выступления кандидатов у президента у эфиры телеканала Беларусь-1. Все выступления будут транслироваться у найбольший рейтинговый час – 19.30. Для звонков до выборщиков по радио отведены часы ранней годины – с 6.10 до 7.10. Первые выступления выйдут у эфир 23 и 25 верося. Теледебаты пройдут на телеканале Беларусь-1, 3 Кастрычника, начале 17.00. А кроме того, кандидаты имеют право бесплатно опубликовать свою перед выборную программу у беларуських газетах. До інших тем. Еще две же Харки Гомельской области отримали сенья Орден Матти. А дымя президента Республики Беларуси уручение у Знагарода дбулося у администрации Центрального района Гомеля. Орден Матти у Беларуси уручается с 1996 года. За этот час его отримали больше, чем 8,5 тысяч жанчин. 1264 из них – Жихарки Гомельской области. Сгодно с положением, эта узнагарода уручается с женщинами, которые родили и выховали 5 и больше детей. При этом большинство узнагародженных не только занимаются семейными справами, но и протягивают працавать. Леана Краученко, например, педагог-организатор 71-й Гомельской гимназии. Людмила Прушак – повар Гомельского комбината школьного харчаванья. Можно означать так само и тот факт, что на протягу трех опошних годов колькость шмадзетных семьев на Гомельщине повеличилась прикладно на одну тысячу. Я с детства хотела пять детей. Я сама из многодетной семьи, но там, где трое детей только. Ну, хотели пять. Только когда и больше трех детей, тогда понимаешь, что такое многодетная мама. В областном центре на Кургане Славы больше за 101 курсников Гомельского инженерного института МНС приняли присягу на верность родиме и обранной профессии. Церемонию особиста наведал министр по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь Уладимир Вашченко. Подробности подеи в следующем сюжете. Торжественно клянусь, ждать Конституцию и законодательство Республики Беларусь. Гэтые слова для курсантов Гомельского инженерного института МНС стали одночасовой присягой и присвячением профессию. Учарашние абитуриенты поспехово вытремали уступные выпробования. На одно место селета претендовали шесть человек. Отбор пройшли лепшие. И уже праздникальки годов я не станусь полноправными работниками органов и подразделений МНС. Перераспределение, учитывая, конечно же, и уровень знаний, и, конечно же, его целом отношении, его активность, его участие в каких-то мероприятиях, и с учетом этого и распределяем. Ну, а перспективы от сегодняшнего курсанта до министра. 105 першокурсников, улик, у яких 14 девчат, будут осваивать профессию инженера по попереджению бедствов стихийного и назвычайного характера. А еще специальность пожарная и промысловая безпека, якая открыта только в этом году. Система образования в Беларуси достаточно высокий рейтинг имеет и пользуется авторитетом во всем мире. И не случайно сегодня, в том числе и наши ученики, показывают высочайшие знания и на всевозможных международных олимпиадах, конкурсах. Все это говорит о хорошем уровне образования. Но пределов совещанства нет, поэтому мы ищем новые формы, методы. Что год у Гомельском институте научаются больше за тысячу студентов в очной и заочной формах навучания. Да раньше белорусская специализованная адукация в пушные годы набирая популярность у замежников. Основный поток абитуриентов у Дез Казахстана и Таджикистана. И таки выбор мая под собой твердые подставы. Высокий узровень подрыхтовки дозволяя выпускникам реализовать себя не только у своей профессии, а и на серьезных державных посадах. Ганна Ковалева, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадоя компания Гомель. На Гомельщине завершился гастрольный тур ансамбля «Беседа», який, вядомый, белорусский коллектив проводил у рамках республиканской акции «Любить Беларусь». Ее организаторы – телеканал «Беларусь-3» и громадское объединение «Белая Русь». А головная мета творчого проекта – доведаться об тем, как живут белорусские ограды сёння, показать богатце национального фольклору, долучить глядачу до историко-культурной спадчины, а так само полепшить тиху зровень володания родной мовой. Об тем, як проходила акция у регионе, наш наступный сюжет. Первым пунктом у подорожжей беседы по Гомельской области стал Светлогорск. Пакуль ансамбль рихтовался до выступления, журналисты, які освятляли проект, ознайомились с городом. Глядаючи о госславутости, дивились шестяне в улице. Усех, кто бывал тут ранее, тому, на кольки изменился райцентр. Не стоит на месте и культурное життё города. До прикладу сирот ближайших падей гастроли цирка лилипутов и выступления фольклорного гурту с Москвы. Про то, что беседе, забеспеченный аншлаг, стало зразумело задолго до початку концерта. Потому что это всё-таки возрождение духовности своего рода. Город молодой, и я думаю, что этот концерт, который приехал в наш город, будет как звёздочка на ясном небе. Прогноз справдился. Зало в районном Доме культуры было заполнено. При этом глядачи оказались они просто назиральниками, а леповновартосными удельниками программы. Ведучая телерадио-компании Гомель Алина Траценко провела викторину «Размовляем по беларуску». У бескомпромиссной сутышцы за звание лепшого знавца родной мовы сошлися две команды глядачоу. Тых, кто проиграл в этом споборнестве, вядома ж не было. А гульную перемогу отзначали народными хитами, яким подпевала уся зала, и бурными аплодисментами, узнак подяки артистам. До речи, сирот глядачоу были и тые, кто для концерта приехал с суседних районов. К нам в Октябрьский район не приехала беседа, но их, видимо, не получается, не запланировано. Поэтому мне пришлось приехать в Светлогорск. Они очень энергичные, веселые. После их концерта душа поет, сама радуется. На наступный день акция «Любить Беларусь» стартовала у Жлобине. Нагадаем, в 2013 году тут проходил республиканский фестиваль «Дожинки». Уперед под рыхтоке был проведен небывалый объем будовничьих работ и реконструкций. У певным сенси город фактично переродился на бывший европейский выгляд. Выступление беседы проходило под открытым небом и собрало каля 5 тысяч глядачоу. Финально на Гомельщине концерт отбылся у неделю 13-го виросня и уже по традиции собрал полную залу городским центром культуры. Для Беларуси это самое главное. Это наши предки, это наша спадщина. Надо стремиться к совершенству, надо любить и любить тех людей, которые с тобой рядом находятся. На нашей Беларуси земле. Руслан Прелесковский, Сергей Нигеревич, Александр Александронец. Телерадиокампания «Гомель». У День города, яке отзначался на минулых выходных, гомельчанам пропоновали забавляльную программу на любых уст. Одна из самых бойных пляцовок разместилась на супрец Медицинского университета. Ее организатором выступил Беларусский Республиканский Союз Молоди. Миновата тут ладилися самые цикавые молодежные конкурсы «Бег на абцасах», «Самый моцный хомельчанин», спортивно-музычный фестиваль «Бизон» и финальный этап презентации проекта «Ведай наших». Сатый день на раджыне отзначу и Беларусский Республиканский Союз Молоди. До святкования грунтовно подрыхтовалися и собрали у адным местцы самое цикавое. Наприклад, ведовишное мероприемство «Бег на абцасах». Что год, забеги девчат на шпильках сбирают велезарную колькась глядачу и болельщиков. У гэты раз у забегу вырешили удельничать 19 девчат. Умовы конкурсу в этом годе не зменилися. Абцас не ниже за 7 сантиметров и узрост от 18-ти годов. Самой худкой на абцасах уже другий год запор выховальник детячего сада. Молодые люди так само смогли показать себе. Уже третий год запор проходит турнир по селовым экстриме, по выниках якого выбирают самого мостного гамельшанина. У гэтым годе у самым мужным конкурсе на дни города приняли удел 11 человек. Молодые люди переворушивали шины вагой больше, как 300 килограммов. Переносили пральные машины, камени и трансферии. Туарные бордюры. Одным словом, с поборницвой не для слабых. Наприклад, у одным с туров, у дельникам мероприемства необходимо было поднять бервяно вагой 75 килограммов максимальную колька сраз за одну хвилину. Да вообще, мимо проходили, решили просто подтягаться. Занимаетесь? Нет. Колесо было легче толкать, чем эту палку. Кульминацией турниру стала буксировка пяти тоннных белорусских тракторов, где удельники доказали, что на гомельшине есть волоты. Титул самого мостного гомельшанина у ваговой категории до 95 килограммов был присуджен Алексею Пьянкову. У категории извыж 95 килограммов первое место третий год запар за собою заховывая Юрий Травин. А кроме спортивных споборництв, на плясовце каляме до университета отдуся концерт «Талиновитый молодзи» «Ведой наших». Мы хотим, чтобы эти люди, эти участники проекта общались с молодежью, показывали, как нужно любить свою родину, как можно, живя в городе Гомеле, а город Гомель, на наш взгляд, это город больших возможностей, опять же говорю, добиться высот, добиться успеха. Вера Котляр, Вольга Коновалова, Дмитрий Радзянко, телерадиокомпания «Гомель». Подчас святковання дня города у Гомеле правоохонными органами не было зафиксовано неводного правопорушения. Ахову громадского парадку забеспечивали усе подразделения, які были переведены на взмоцненный вариант несения службы. Не было допущено так само и транспортных здареньев, у яких потерпели блюди. Каля 90 супрацовников ДАИ и 100 членов доброохвотных дружин сочили за парадком. Во усіх районах города нарады ДАИ были наближены до місцев массовых гуляннях. Сирот порушений означалися неостережные дяни пешеходів і мотоциклистів. Восім водителів сели за руль у нецверозым стані. Я могу предположити, що як жителі города Гомеля, такі гости, які прибыли к нам на праздничні мероприятия, дали положительну оценку госавтоінспекції при проведенні данного праздника. Але і у послесвяточной дні необхідно бути уважливими. Восінське надвор'я може ускладнити ситуацію на дорогах. Особливу небезпеку несуть туманні дожди. Да і рекомендує заповолювати рух перед светлофорами, а так само позбігати обгону автомобілів. Прихайта мастерожність – умова для усіх удзельніків дорожного руху. Усилен контроль за соблюденням ПДД со сторони пішоходів і велосипедістів. Іменно в тёмне варімя суток, осінню, калічіце дорожно-транспортних проїшістів, зв'язані з наїздами пішоходів і велосипедістів, щоб позбігнути негативних здареньів, достатково набути святлоотбивальний елемент. Особлива гэта важна для дзятей. Флікер як дзенник повинен бути у кожного школьника. У День Города мероприємство, присвячене активному ладу життя, прайшло на пляцю цикаля гомірського цирка. Спартівне свято гораджанам подарув дзятчий клуб, поздравленчай і спортивной гімнастикі Мауглі. Головними удзельніками стали маленькі гомельчані. Спортивная эстафета, танцевальні флешмоби і безплатні фотосесії. І це далеко не полний список мероприятий в програмі спортивного праздника. В этот день у фонтана развернулося сразу нескільки інтерактивних площадок і зон віддыха. Так родители могли оставити ребёнка за рисованням, а в це время получить консультатию одного із спеціалістів клуба Мауглі. Сьогодні ми своєм дружним, большим колективом приїхали з Минска. І також наші тренери, админістратори города Гомелях здесь работають. Ми приїхали показати своє мастерство, що ми можемо предложити на тренировках, щоб заінтересувати народ, розказати себе, хто ми такі, к чому йдем, к чому стремимся. Ну і надіемо, що людям подобається. І ми ждемо всіх желаючих в городі Гомеле. Лідерство, відповідальність, відповідь, дружелюбі і, наконец, празднична атмосфера. А вот главна цінності спортивного клуба Мауглі. Всьому цьому знайшлося місто на площадці. В клубе Мауглі займатися з дітьми починають з 2-х літнього возраста. Тренировки проходять в гравій формі. Так, будучі спортсміни получають перві навыки в акробатіки, плаванні, футболі і многих інших відах спорта. Главним же направлением є здравовітельна гімнастіка. Попробувати свої силу вні на праздники могли все желаючі. Тренери приготовили спортивні естафеті, а призами за старання стали пам'ятні кубки. К слову, победами своїх воспитанників клуб Мауглі славиться по всій республіки і не тільки. В клубе Мауглі я работаю с самого начала его, с дня оснований. І дітки, які вже у нас випустилися, які були моїми першими дітьми, вони вже достигли определенних больших результатів. У нас є мальчик, він к нам ходив, був маленьким, а зараз ему 9 років, і він вже чемпіон міра в своєм возрасте по восточним единоборствам. 13 филиалів, два із которых в Гомеле, команда професіональних тренеров, 8 лет фізкультурних побед і більше полусотні выпускників клуба, ушедших в большой спорт. А якщо воспитанники Мауглі в будущем решат не зв'язувати життя со спортом, їх преимуществом всегда буде отлична физическая подготовка, которая позволит претендовать на любі, даже самі непрості професії. Анна Ковалєва, Ігорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». І на гэтым вечірний выпуск завершений. У студії працівала Наталья Ігнатенко. Усяго вам доброго. І до нових зустріч у ефірі.